Ага Ведем свой репортаж из Лас-Вегаса Туястечмы Идем вот так 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 на морские ока А потом бамбам 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 Шпигласова Пшененч А потом как-то вот так вот Здесь должны быть обалденные виды И потом по долине Ростоки обратно Классная обклейка этого футтрака смотри можно можно и так сделать автоматизация пока что идем вот такой вот автострадой в нашем автобане намечается пробка прям уже какие-то взрослые потоки как обычно там эти ручейки бедненькие стекают уже мы прошли больше половины Доморского Волка где-то 4,5 километра а всего у нас 25 километров маршрут у меня обновочка крепления для камеры если заметили в видео из Хорватии там меня раздражало что постоянно там влазила камера в другую камеру поэтому я приобрел вот такую вещичку на рюкзак цепляется сопровождающий личный сопровождающий как вы там проснулись мы тут топаем уже почти дошли до морского ока такого ржачного изображения тоалетов я еще не видел кажется мы приходим на морские ока вот будет наша шпигласова пшенч от ветвляции пока что будем делать пойдем чай попьем пойдем чай попьем пойдем чай попьем парам парам да класс людей мало хорошо мы рано выбрались 9.20 у нас на часах обалденно немножко попознаю мир через объектив фотоаппарата облака закупили за верхушечки и их не видно мы оставили эту красоту ну пошли дальше нашим запланированным маршрутом этот маршрут мне рассказала одна пани когда мы шли когда мы поднимались на Каспрову вверх я спросил какой самый классный маршрут здесь в Татрах и она говорит ой ну я их все люблю я с 5 лет хожу а ей уже лет наверное 60 было ну вот ладно есть тут один скажу вам вот сегодня мы и выйдем весь этот маршрут мы получается ни на какой его части не были раньше кайфуем от всего нового я посмотрел говорю о маршрут с цепями она говорит так это же хорошо что с цепями есть за что держаться дождик накрапывает заставил нас подпереодеться серьезно он нам планы не собьет я надеюсь вообще благодаря моей любимой жене кажется у меня сегодня излечится травма травма походов в облачную погоду потому что как-то мы пошли на Каспрову вверх вроде шли неплохо а на полдороге как зашли мы в тучу как окружила нас просто водная такая морозь и все и вид видно вообще на 30 метров как бы чё шли не очень понятно это снег наверно все еще не растаявший видимо так никогда и не растает ты криминал их можно есть ой класс какая кислая это клюква а я их путаю с людьми клюква и брусника персики и абрикосы какие у меня еще проблемы бывают такого толка это основное смотри мы там были уже прошли красивенько узнал недавно новый термин называется виа феррата это такие трассы маршруты проложенные обычно в мощных горах вот и там делают всякие всякие опоры лестницы цепи крючки в общем металлическое что-то вот и ты там часто прям над пропастью идешь можешь цеплять страховку все такое но здесь больше таких вроде бы нету отсюда видно сразу два става став морские ока и вот там вот повыше став под рысами чарный став под рысами а вот там вот в облаках где-то сами рысы самая высокая вершина Польши хотел вам только рассказать про эту вершину что она такая обалденная классная как ее подзывало колотучами мы видели там человек заскалолаживал на нее сейчас тут конечно вряд ли мы что-то увидим а тут еще смотрите какой маршрутик классный есть вот идет дорожка и вот там вот чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чиск сейчас покажу вот там вот чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик такой траверс называется это Врота Балунскего перчатки конечно можно было взять да я так понимаю полуми какой-то перелом нашего маршрута намечается что может уже вниз собираются поворачивать красивая трава и красивая туча итак забрались мы на нашу шеллендж и тут у нас вид на долину пенч уставов все ищем по колдобинам скребем днищем тыща к тыща круг чищен друг друг сам не стань пищей проще по проще эй живи что есть мощи делай вещи на порядок выше ты же мы же вы же скажи же снег лежит на крышах хижин дорожу движим им движим свет пушина сердце след выжим выйдем на балкон подышим а ты все пашешь и пашешь так то да все как тогда а ты все на сцене руками машешь но как то так и так сквозь года я так рад видеть вас всех братва ну че там слышно мы с ложкой за голенищем ты береги себя родной бывай дружище вы видите что произошло даже выглянуло солнце там народ идет за гор туда сохраниска вот мы и идем и как там впереди красиво освещает эту гору у нас появилась идея наверстать упущенное сделать такую фотосессию на очередную годовщину свадьбы какую-нибудь такую горную походную красивых местах ну да это вот один из брудов и вот он текает куда-то дальше в поток пытаемся дойти до сохраниска такие вот трафик то чтобы сильно нам туда нужно так интересно уже зайти раз мы тут это не случайность что она именно на сохраниске это те что вы насобирали вчера ну все мы пошли в сторону парковки шут нас наш восемь километров метров шестьсот или семьсот по моему должны потерять интересного сейчас должны быть водопады довольно таки серьезные не самых тут симпатичных в татрах мы пойдем по долине ростоки судя по фоткам там тоже очень красиво ветер у нас сегодня такой что даже на небольшом озере волны образуются с гребешками а ты там мне все дышишь в затылок меня впечатляет как вечно обратно идем ты постоянно тут как тут туда так я немного отрываюсь обратно ты шустренько вот он водопад водопад Сиклава а дальше туда что ли это нормально по этой гладкой штуке видимо да озеро утекает из-под носу прямо никому нет дела целое озеро как фантастически солнце подсвечивает горы красота вот у меня мысль появилась что нам надо было идти маршрут в обратном направлении это во первых дало бы нам то что вот эта часть по моему симпатичнее чем по асфальту до морского ока во вторых по цепям бы мы лезли вверх они спускались вниз что более здраво на сложных участках и мы бы на них наверное быстрее бы оказались там были бы поменьше очереди так что если кто мотает на ус то думал что так было бы лучше все таки го пишут что это мало электровня водно ничего себе куда надевает интересно электричество прям какой то по точек пересекает тропу не какой то а вот этот не какой то а вот этот тут и тут да пнуками сейчас у нас догонит это носорока да интересная форма очень прикольно симпатично сидят там так так мы нашли местечко тут короче как фонтаны как в дубае только лучше да вот это сервис вот это какая так я думаю у нас последнее включение из этого похода уже видать асфальт так что все прошло отлично все прошло хорошо можно в обратном направлении чего и вам желаем пока пока